Всем привет! Канал Генетик, Руслан Халецкий с вами. Ребят, инсульно-резидентность вызвала большой интерес и начались вопросы, а как ее снизить? Давайте, понятно, что это режим питания, это сокращение количества сахаров, это более верная периодичность потребления пищи, отсутствие перекусов и так далее. Но именно, я так понимаю, что вопрос заключается в том, чтобы такого съесть, чтобы похудеть. Как обычно, какие же могут быть продукты вообще полезные, эффективные? Что стоит добавить в рацион, чтобы даже сейчас, ничего не меняя, начать двигаться в сторону улучшения положения, связанного с количеством инсулинов крови? Сложно сказать номер один, не номер один, но просто начну по такому порядку, который у меня в голове выстроился. Это пищевые волокна. Пищевые волокна, отруби. Все это должно присутствовать в вашем рационе в обязательном порядке. Наличие пищевых волокон, оно в значительной степени повлияет положительно на снижение уровня инсулина, на снижение скачков инсулина. В наше время, ввиду того, что продукция питания, они являются очень очищенными, рафинированными, сокращается как раз-таки количество оболочек у зерна. Мы кушаем меньше овощей. Когда я делал еду сочной, мы используем какие-то соусы, наоборот, из жиров с углеводами вредных. Поэтому пищевые волокна прямо это очень важно, их наличие в больших количествах овощей. Я, например, отруби добавляю даже отдельно в сывороточный протеин. Когда я пью протеин, добавляю отруби или цетин в порцию сыворот. Но к этому чуть дальше. Что можно еще сделать, чтобы снизить ответную выработку инсулина к приему пищи? Стакан воды с уксусом, выпитый перед приемом пищи. Может, с яблочным уксусом будет вкуснее. Можно просто чайную ложку выпить. Как комфортнее, как приятнее. Но это также повлечет за собой снижение скачка инсулина. И в последующем снижение уровня инсулинорезистентности. Продукт номер три. Не скажу, что его эффективность доказана на 100%. Но есть исследования, которые об этом говорят. Есть люди, которые замечают эффективность. Это корица. Да, это прекрасная приправа. Корица. Она может вам помочь в решении вопросов скачка инсулина к приему пищи. Прямо следом скажу, что еще два напитка есть, которые могут быть нам полезны. Это зеленый чай и кофе свежемолотый. И, кстати, корица отлично подойдет кофе. Все это вместе можно выпить. А тут комплексные воздействия. Это большое количество антиоксидантов, минералов. Жирный кислот полезный, который с кофе мы получим. Ко всему прочему, кофеин еще, естественно, повлияет в начальной степени на снижение уровня аппетита. Поэтому мы просто меньше съедим. От этого получим меньше всплеска инсулина. Поэтому сочетание кофе с корицей, возможно, в первой половинке дня будет даже интересно. Чем важно? Что одна-то чашка кофе могут положительно сказываться. А избыток кофе может пойти уже в негативную сторону. Наверное, тот продукт, которым мы всех уже задолбали, это рыбий жир. Но да, друзья, тут опять приходят рыбий жир, рыбий жир, его наличие в рационе. Необходимое количество омега-3 жирных числот в крови. Оно положительно влияет на уровень инсулина, приводит его в норму. То есть снижает повышенный инсулин. Поэтому потребление либо рыбого жира в форме добавки в капсулах, либо потребление большого количества жирной рыбы, это отлично. Вообще жирная рыба хороший продукт. Мы плавно перетекаем в следующий пункт, это потребление белков вместе с жирами. Да, жиры сами по себе снижают всплеск инсулина в приемом пищи. Потому что именно когда мы употребляем постный белок, скачок инсулина может быть равен скачку инсулина от сахара. И это неплохо. Это просто такой процесс. И для спортсменов это здорово, потому что без инсулина никто из нас не будет расти. Поэтому сейчас вот экстренно, я уже говорил, господи, люди головой думать не хотят, это вроде бы некоторые медицинское образование имеют. И что-то еще. Все, инсулин враг. Да не враг, инсулин. Инсулин сильнейший, ко всему прочему, анаболический гормон. Конечно, у ряда людей есть ожирение, проблемы со здоровьем. И риски рано покинуть этот мир из-за того, что у них инсулино-резистентность. То, что они жиреют, то, что они неправильно питаются, не могут с кем справиться, сидят на диетах, диеты не помогают, происходят срывы. Но враг не инсулин, просто такая система, с ней нужно уметь работать. Поэтому, как раз таки, если проблемы с инсулином есть и не требуется его скачок, то это потребление белка вместе с жирами. Мы не пьем постный, не пьем, не едим постный белок, он скажется негативно. Почему вам рекомендуют, к примеру, не есть просто куриную грудку гриль, а есть куриную грудку вместе с салатом. Круто, если будет салатик заправленный, это листовой салат зеленый, курцы, айсберг, рукла, что-то еще. Немного полили лимонным соком, чуть-чуть обычного уксуса, немного оливкового масла, потрясающие жиры, белки, салат пищевые волокна, потрясающий прием пищи. Вот, друзья, небольшой список продуктов, специй, приправ и методов, которыми стоит руководствоваться во время питания. Думаю, постепенно я перейду к тому режиму питания, который соблюдаю сейчас сам, хотя это может звучать немножечко странно. Симпатичные студии. Тут у нас вот столько техники. Сейчас мы будем снимать, снимать, сниматься будем в шоу для японского телевидения, где мне нужно будет есть много пищи, очень много. Вот это все, это все пакеты, там везде всякая еда и что-то еще привезут. Всего очень много. Вот это я вам рассказываю сейчас, да, про правильное питание. Ладно, друзья, я желаю отличного. Дня, почти уверен, что вы, когда смотрите ролики мои, вы либо кушаете, либо делаете кардио, поэтому либо хорошие тренировки. Либо приятного аппетита. Все, всем пока, ставьте лайки.